Согласно Согласно древней легенде, на дне Игейского моря скрывается черная жемчужина. Многие пытались ее найти. Каждый мечтал преподнести такой подарок своей возлюбленной. Но ни один не смог завладеть жемчужиной. Никто не вернулся назад. Жемчужина прячется в самой глубине коралловой пещеры. Добраться до нее почти невозможно. Только рыбы заплывают туда. Говорят, поиски жемчужины безнадежны. Потому что она заколдована. Но я вернусь. Кенан, дай слово, что не поплывешь за ней. Измир-Илбир Субтитры подогнал «Симон» Ты будешь красавицей. Иди-ка. Знаешь, что я думаю? Здесь в одну линию, в две, может, в три, не знаю, украшу камнями. И здесь тоже будет очень красиво переливаться. Отлично, мама. Дочка, дорогая моя девочка. Моя красавица. Мы идем. Доброе утро. Доброе утро. Куда собралась в такой час? Гзене, папа. Передавай от нас привет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошего улова, Салих Спасибо, милая Кинана еще не было? Еще нет, но скоро будет Кинан не ставил сети Видел, он направился на Хиос Я кликнул, но он не услышал Черная жемчужина Салих? Постой, зачем же сразу паниковать? Он, конечно, сумасшедший, но не настолько Знает же, что это слишком опасно Кинан, только не это, прошу О, нет Вызываемый абонент в данный момент недоступен Фух, так не пойдет Я не могу просто ждать Ладно, ладно Прыгай в лодку, поищем его Кинан плывет, вон он Субтитры подогнал «Симон» Казал К тебе Ты спятил? Я чуть с ума не сошла Вернулся же Вернулся же Кинан, мотор просто зверь Здорово Пользуйся на здоровье Спасибо Долго ждала, любимая? Иди сюда, иди Секунду, только лодку привяжу Ты опять плавал за жемчужиной? За жемчужиной? А, значит, ты в курсе? Прости меня, любимая Не прощу Даже не извиняйся Послушай Больше никогда не поплыву за жемчужиной Клянусь тебе Если нарушу клятву Пусть сквозь землю провалюсь Хорошо? Обманщик Обманщик? Посмотри на меня Смотри Смотри, смотри в глаза Разве они могут тебе врать? Клянусь тебе, чем хочешь Поплыву еще раз И я не мужчина Пусть судьба меня покарает Договорились? Теперь веришь? Не веришь? Ладно Я рада, что ты вернулся Раз больше не веришь Не злишься? Идем? Куда? Сюрприз Идем, идем прогуляемся Подожди, сумка Приятель Присмотри, пока меня не будет Как же я голоден Сначала скажи, куда мы едем Хорошо, не говори Вообще-то ты не заслуживаешь Лучше рыб покормлю Стой, стой Подожди минуту Рыбу кормить Дай кусочек И я скажу Честное слово Один съем и скажу Сначала поем Потом поговорим Говори Плывем Что? В плывем Мы Мошенник Я же сказал Сколько повторять? Очень вкусно Дашь еще? Да, еще Очень вкусно Получилось Дай Пойдем Аккуратнее Все, я открываю Подожди минуту Потерпи Ладно Не открываю Но поторопись Откроешь Потерпи Тут камень Давай осторожно Хорошо Так, стой Да, готово Можешь открывать глаза Не могу поверить Что это? Ты достойна большего Но я старался Идем Откуда это, Кенан? Сегодня попрошу твоей руки А будет ли дома твой отец или нет Его проблема Твоя мама Твоя мама ведь не против? Ты серьезно? Я серьезен С самого начала Моя прекрасная Хорошо Значит Сегодня будет наша помолвка Наконец мы поженимся Именно так Хватит с господина Халила ожидания Как твои дела, подруга? Спасибо, все хорошо Передавай привет отцу А тебе удачи Кенан, ждем от тебя радостных вестей Так и будет Даже не сомневайтесь Если этот микроб Халил не отдаст дочь Мы ее украдем Почему не отдаст? Отдаст, отдаст Не переживай Салих, повсюду тебя вижу Я готов Зайдешь со мной вечером Хорошо, зайдем за тобой Если не отдадут, мы с тобой, парень Спасибо, будьте здоровы Мебель с меня В рассрочку отдам Как же мне вас всех благодарить Вы так за меня переживаете Ну, я пошел До встречи Что это? Ждем кого-то на ночь, глядя? Кенан придет Просить руки Хазал Говорит, пора уже это решить Сказала, пусть приходит Ты будешь дома Ты издеваешься надо мной, да? Просить руки? Ты что, бредишь? Они правда придут, Халил И я заклинаю тебя, не упрямься Дочь хочет этого Кенан отличный парень Вы со мной уже и не считаетесь, так что ли? Я для вас пустое место? Не надо, успокойся Они любят друг друга Этот человек мой враг Ты Посмотри на это Посмотри вокруг Из-за него мы так жалко живем Да перестань Забудь это в прошлом Что было, то было Тем более, это нечестные деньги Забудь А честных хватит? Хватит? Мы же хорошо с тобой живем Не голодаем, крыша над головой Вот стол Чего тебе не хватает? Это слова У вас на все один ответ Браво Я это запишу Потом тебе прочитаю Не получит он мою дочь Позвоню Кенану Пусть не приходит Стой, подожди Не надо ему звонить Они подготовились уже в пути Разве можно так? А что делать? Посмотри на отца На порог не пустит Это позор Нет И не сказали мне Кто я в этом доме? Кто? Меня ничего так не бесит, как это И ты ведь это знаешь Если ты со мной не считаешься То и дочери не будут Кто я в этом доме? Кто? А я кто? Халил Моя единственная дочь Любит и хочет замуж Мы же не оборванцу ее отдаем Я поговорю с папой Правда? Поговорю Сколько это может тянуться? Если хотите пожениться Я помогу Ты лучшая сестра Папа тебя послушает Я этого не забуду А ты пока переоденься Что это за платье? Папа увидит, придерется Ладно, это просто Ты, главное, убеди отца Идет Ахмед Братишка, идем Опоздаем Салиха с собой возьмем Сколько радости на лице Не надо, брат Тебе ведь просить руки за меня Не на смерть же идем Хватит, не преувеличивай Что делаем? Да что делать, ничего особенного Чего в глаза не смотришь? Понимаю, ты недоволен Что я буду жить с Хазал в другом доме Но ты что, совсем не знаешь меня? А? Я не брошу тебя И не уеду никуда У меня будет свой дом Но мы по-прежнему будем вместе Ладно, Кенан Хватит Тебе нужен свой дом Своё гнездо За меня не волнуйся Когда придем Я буду улыбаться Не переживай Идем Сделаем это Потом пойду кофе пить Мама, что будет? Не знаю Не знаю, дочка Посмотрим, выйдет ли отец к ним Мама Говори, дорогая Мы не делаем ничего плохого Мы же просто любим друг друга Разве нельзя? Да что ты говоришь, моя хорошая Плохо это, если не любить Вот это плохо Ничего не бойся Я с тобой Моя дорогая Хорошая моя Не плачь Кенан придет Заметит Не расстраивай его Идем Садись во главе Добро пожаловать Здравствуйте Здравствуйте Добро пожаловать Проходите, проходите Спасибо Прошу Мама Проходи, Кенан Спасибо Прошу, проходи Итак Все мы знаем наши традиции Кенан нам как сын И Хазал как дочь Я начну по обычаю А ты поддержи меня, Халил Мы просим у вас Руки Вашей дочери Хазал Для нашего Кенана Как говорят Связать двух влюбленных Самое благое деяние А? Итак Слово за тобой, Халил Уступаешь очередь Брату, Ахмед Это решает судьба Здесь Очереди не бывает Верно, верно Судьба уже за тебя Однажды решила Стал бы футболистом Не вышло Дорогой Ему необходима помощь Прокормит ли Кенан Всех парой тройкой рыбешек За братом нужен уход Посмотрим Согласен ли Ахмед На эту женитьбу И его спросить нужно Согласен, раз я здесь Не беспокойтесь Я сам по себе И ни в ком не нуждаюсь Вы скажите свое слово Отдаете дочь моему брату Или нет Раз слово за мной Слушайте Любовь Романтика Чувства Это все пустое Как воздух Любовь для тех Кому не нужно думать Как заработать на хлеб Вы мне про заработок Рассказываете, Халил Не стоит Я еще ребенком Научился добывать себе на хлеб И с тех пор Не разучился Уж поверьте С любой работой Справляюсь Не так ли? Живот насытишь Но не человека Дорогой Кенан Что это за жизнь? Допустим, скажу, что отдаю Хазал Ты сможешь дать ей больше, чем отец? Не сможешь Хорошо, если Хазал с тобой с голоду не помрет Папа, прошу Я знаю, чего хочу Не знаешь, дочка Знала бы Они не меня Они бы тебя спрашивали Нам достаточно друг друга И мы не скрываем наши отношения С нами все очевидно Так что не надо об этом Принимайте решение Отдаете Хазал или нет? Не отдаю Нет у меня дочери для такого, как ты Слушайте Мы пришли с уважением Спросили Раз так, нам ваше разрешение не нужно Мы уже выбрали дату и поженимся Что ты несешь? Говорю Не отдам тебе дочь Какая еще дата? Послушайте, что я скажу Вы избегали этой помолвки Я решил, вы старший Вы отец Хазал Я терпел, но хватит Хватит Моя дочь Этого хочет Значит, так тому и быть Ты понял? Ты меня спросить не захотел? Я ее мать Мать Сынок Я отдаю вам свое согласие Что? Ну, где же ваши кольца? Да, да, конечно Давай, брат А я здесь при чем? Кольца у тебя? У меня У меня, да Да Ну что, поздравляю вас Дай-ка палец, милая Да благословит вас Бог Будьте счастливы Спасибо Поцелуйте руку отца Давай, дочка Будьте счастливы Меня словно грузовик переехал Любимая, я уменьшу Ничего Сделают по размеру Сюда два пальца Сидел в тюрьме За ту реликвию Не расстраивайся, милая Ты знаешь, я все для тебя сделаю И с отцом наладится Отныне, что бы он ни сказал Я буду всегда молчать Ради твоей улыбки Но только знаешь Сразу говорю Отцом его не назову Даже не проси об этом Хорошо, хорошо, не надо Называй маму, этого хватит Она и так не мама Мы и правда помолвлены Выберем дату и официально поженимся Не переживай Я все улажу Больше ничто нам не помешает Я ведь так тебя люблю И пусть нас оставят в покое на всю жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? Вчера Просмотрел Тысячу сцен из фильмов про любовь Все, что нашел, смотрел Ты? Фильмы про любовь? В жизни не поверю Это не про тебя Я что, вру? Говорю же, смотрел Ладно, не злись Правильно сделал Понравилось? А зачем смотрел? Влюбился Да хотел Небольшое вступление сделать Так Глядя в глаза Сказать тебе слова любви Такие Чтобы ты до конца жизни помнила Все записал Встал перед зеркалом Начал говорить Но не вышло Не вышло В смысле Этого недостаточно Вроде все продумал Слова подобрал Не выходит Я так сильно люблю тебя Что никаких слов не хватит Чтобы описать это Потом вернулся к зеркалу Говорю себе Послушай, Кенан Может, ты не достоин ее А? Может, твоей любви мало Твоих чувств мало Даже не говори так Ты даешь мне больше, чем я мечтала Что бы я ни сделал в жизни Все ради тебя одной Я так люблю тебя Конечно, это всего лишь слова Но За этим всем огромное прошлое Настоящее И будущее Не зря говорят Любовь делает мальчика мужчиной С тобой я стал Настоящим мужчиной Какой же ты Замечательный Что это? Опять делаешь мне Предложение? Знаешь Мы поженимся Наденем кольца Поклянемся в верности Но Для клятвы любви Слов не существует С каждым вздохом И до самого последнего Я буду любить Лишь тебя одну С каждым вздохом И до самого последнего И до самого последнего Я буду говорить Это же черная жемчужина. Вот моя клятва. Доказательство моей любви. Черная жемчужина. Я люблю тебя больше жизни. Ты сегодня работаешь? Да. Но мы же собирались выбрать дату свадьбы. Отпрошусь на утро, а вечером буду работать. Нужно готовить банкетный зал. А, ты об отеле? Да, о нем. У нас есть начальник, которого мы никогда не видели. В Урал-Домироглу. Организуем вечеринку в честь его дня рождения. Тогда ладно. Думаю, до вечера мы выберем дату. Вот бы нам уладить все формальности за два месяца. Тогда и дом успеем подготовить, и саму церемонию. Если смогу вырваться, сбегаю к ювелиру. Знали бы вы, как долго я ждала этого дня. Ты, наверное, шутишь? Неужели это черная жемчужина? Просто фантастика. Похоже, мечты сбываются. Малышка, этот парень по-настоящему тебя любит? Я знаю. И я его очень люблю. Хазал, ты просила отгул? Да, пожалуйста. Тут почти все готово. Я вернусь за час до торжества. Хорошо. Только давай без опозданий. Спасибо вам. Господин директор, извините. А после приготовления вы скажете, кто где будет работать? Или кто-нибудь другой? Ты сегодня свободна. Свободна? Но почему? В зале будут только опытные официанты. А ты можешь идти, когда закончишь с подготовкой. Как тебе повезло. У тебя вечер свободен. Думаешь, два года отучилась и теперь здесь хозяйка? Нам тут ошметки подбирать, а тебе на вечеринке года присутствовать. Да? Как обслуживающий персонал? Да хоть как. Ибру. Я из кожи вон лезла, чтобы тебя сюда устроить. Не надо так. Хазал, у меня полно работы. Не трогай меня. Внимание, пришла госпожа Джанан. Поторапливайтесь. Добро пожаловать. Что тут у нас? Подготовка идет в соответствии со всеми вашими пожеланиями. А вот и меню. Хорошо. Пойдемте дальше. Конечно. Сколько комнат, говоришь? Две, да? Ага, отлично. Хорошо, спасибо. Да, адрес записал. У меня все есть. Спасибо. Тогда вечером там и встретимся. Ладно, дружище. Благодарю. Оставь. Да ладно тебе. Оставь. Брат, что с тобой? Вставай. Отойди. Прочь, я сказал. Да что ты заладил со своим «отойди»? Не с той ноги, что ли, встал? Мне не нужна ничья помощь. Понятно? Иди. Займись своей семьей и домом, и что ты там снимаешь. А меня оставь в покое. Дай телефон. Брат. Дай телефон. А теперь уходи. Единственная возможная дата в ближайшие три месяца через десять дней подходит. Так, скоро? Да, но... Регистрируйте. Кенан. Пишите, пишите, никаких проблем. Выходит, осталось лишь десять дней? Ага, что? Я столько лет ждал, так что теперь не знаю, как переживу эти десять дней. Да ты сумасшедший. Мама будет в шоке. Это еще полбеды. Нам бы сначала с жильем определиться, да? Да, но как? Идем, а с мамой я сам разберусь. Пойдем. Всего хорошего. Наконец-то. Спасибо. Не за что. Хорошего дня. Благодарю. Городской муниципалитет. Сложно будет успеть. Да у нас и не выйдет. Свадебное платье будет готово минимум через месяц. Да ладно, не беда, дорогая. Ну не наденешь ты его и что. Ах вот как. Странное у тебя понимание романтики. Надеть это платье, это же мечта моей жизни. Такое бывает только раз. И только для любимого. Серьезно, без платья свадьбы не будет. Подожди. Ладно, ладно, ну куда ты? Не сердись. Твоя мама нам не откажет. Будет корпеть над ним день и ночь. А не успеет, так новое купим. Оно ведь успеет, правда? Ах, смотри. Молодожены идут. Ты погляди, какие красивые. Милая, но самой красивой невестой будешь ты. Вот это да. Держи, держи. Это же тебе повезло. Да, совсем разруха. Наверное, мы поспешили. А? Тут совсем плохо, правда? Ну, сынок, посмотрели? Да, мы все посмотрели, но... Какова плата за месяц, дядя Салих? Был бы дом моим, я бы не брал с вас денег, вы же знаете. Конечно. Мы же не первый день с тобой знакомы. Я тебе по телефону говорил, что это дом моего Шурина. И он хочет девятьсот. Но вы не волнуйтесь, если будете брать, я уговорю на семьсот. И задаток не будут брать. Но состояние дома сами видите. Ну и ладно, это не беда. Ты уверен? Да, уверена. Мы превратим его в уютное гнездышко. Вижу, ты серьезно настроена. Нам здесь нравится, мы берем его. Тогда и я согласен. Пути назад нет. Слово любимый – закон. Всего наилучшего. Спасибо. Поговори с Шуриным. Хорошо, обязательно. Мы нашли дом. Назначили дату свадьбы. Мечты сбываются, Кенан, мы женимся. Иди ко мне. Я просто летаю от счастья. Надо отвезти тебя на работу, а то мы немного замешкались. Я о ней совсем забыла. Я уж решила, что мы сразу приступим к ремонту. Милая, я сам справлюсь. Начну с мелочей, а ты подойдешь, как будет свободное время. Может, мастера наймем? Вот еще. Ты меня обижаешь. Разве кто-то сделает это лучше меня? Я так счастлива, что сейчас взлечу. Иди ко мне. Не начинай сегодня покраску. Меня же не будет. Присоединишься ко мне, когда вернешься. Не страшно. Придется потрудиться. Но оно того стоит, Кенан. Конечно стоит, любовь моя. Я живью наше гнездышко. Что может быть лучше? Да это просто мечта. Ай-яй-яй-яй. Они всем своим видом говорят, мол, важные люди идут. Раступитесь. На вечеринке таких будет много. И не говори, дорогой. Видел бы ты ресторан. Потрясающее место. Вот если бы мы там сыграли свадьбу, это была бы сказка. Не обижайся. Я не это имела в виду. Это лишь глупая фантазия. Ты достойна самого лучшего. Поверь, мне бы тоже этого хотелось. Была бы возможность. Да с тобой для меня везде рай. Повсюду. Везде. Это бесценно. Я очень люблю тебя. Директор идет. Ладно, давай за дело. Удачи. Здравствуйте. Аккуратней на поворотах. Вот и суперзвезда нашей семьи. Пару кадров, господин Бурал. Сынок, как я рада, что ты пришел. А вот и мы. Я знала, что ты придешь. Это нужно отметить. Шампанского нам. Мои любимые, дорогие. Хозяева просят шампанского. Хорошо, уже несу. Бурал, а если я попрошу тебя быть хотя бы чуть-чуть? Повеселее, а? Думаю, ради тебя я справлюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Прошу прощения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бурал, сынок, идем со мной. Давай. Ладно, ладно, иди уже. Как же? Она похожа на Нази, правда? Все, все, успокойся. Не нервничай. Спокойно, сынок. Вдохни поглубже. Все позади. Все прошло. Дыши, дорогой. Спокойно. Все. Все кончилось. Конец. Это была она. Ты видела? Это была она. Мама, я что, с ума схожу? Нет. Нет, дорогой, ты в себе. Да, она на нее похожа. Даже очень... Но это не она. Это не Нази. Не Нази. Это она. Она настоящая. Я сам видел. Вот, значит, кого я видел. Ты существуешь. Ты совершенно реальна. Сынок, стой. Сынок. В Урал. В Урал. Так ты не мираж. Урал. Сынок. Сынок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Удачного дня, трудяга. О, Эбру, рад тебя видеть. И я. Ты голоден? Голоден? Да я умираю, как есть хочу. Ого, какая вкуснотища. Вот тетя Милек постаралась. Спасибо ей. А это не она. Это все я сама приготовила. Да ну, а ты умеешь? Это не скромно, но я отлично готовлю. Молодец. Как ты здесь оказалась? У тебя выходной, раз ты не на празднике? Да и ладно. Что я там забыла? Так я и сказала директору, мол, не буду носить гостям алкоголь. Сам понимаешь, там и пьяные есть, и приставучие. Всякие, в общем. Хазал там работает, и что теперь? Это же не кабак или притон какой-то, а обычный ресторан. И что с того? Да ладно тебе, не бери в голову. Я же только о себе говорю. А симпатичный, кстати, дом. Не пойму, чего Хазал так драматизировала? Дом как дом. А что она говорила? Кенан, прости. У меня с языка слетело. Ты только ей не рассказывай. Хорошо, не буду, но что же она сказала? Ну, это... Мол, дом, конечно, староват, но мы справимся. Но смотри, ничего ей не говори. Ну и ну. Она же сама захотела снять его. Вот этого я уже не знаю. Раз так я поговорю с ней, поищем что-нибудь другое. Даже не думай, Кенан. Она будет сердиться, что я все тебе передала. Не говори ей, хорошо? Хазал всегда мечтала о большом и роскошном доме. И когда увидела это... Брак дело нелегкое. Я тебя огорчила, да? Тебе через десять дней жениться, Кенан? То есть, вам жениться. Да, именно через десять дней. Мне кажется, ты заслуживаешь лучшего. Ты о чем говоришь, а? Я только ради Хазалы живу. Она самое дорогое, что у меня есть. Только ее люблю. Понятно? Спасибо за еду. Я сыт, благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Погоди, погоди. Загадай желание. Мое желание уже сбылось. Никуда не уходи до завершения праздника, хорошо? Что вы сказали, простите? Делай, что тебе говорят. А пока иди. Иди. А теперь пришло время вручать подарки и есть торт. Если ты нанесешь еще один слой, просохнет месяцев через пять. Ты снова не в духе? За собой следи. Отстань. Да что это такое? Уже два дня так. Что я тебе сделал? Подожди минуту, давай поговорим. В чем проблема? Ты злишься, что я женюсь? При чем здесь это? Ты женишься, строишь свою жизнь, а мне-то что? И ты свою устроишь. А, и я устрою. Невесты прям в очередь выстроились. А ты хоть куда-то выходишь? Ты только между домом и кафе курсируешь. Разве не так? Ты что, издеваешься надо мной? Куда мне идти в таком виде? Меня даже на работу никуда не берут. Если девушка понравится, так она на меня и не взглянет. Лучше отстань от меня. По-твоему, я виноват, что женюсь? Нет, брат. Не в этом твоя вина. А в том, что ты украл мою жизнь. И больше не заводи этот разговор. И оставь меня в покое. С днем рождения вас. Большое спасибо. Меня зовут Вурал. Да, я знаю. У тебя, полагаю, тоже есть имя? Я Хазал. Хазал. Слушаю. Спасибо тебе. За что? За все. Коллеги, первый автобус вот-вот отъедет. Хазал и вы двое останьтесь. А остальные могут идти. Прошу прощения. Господин Тарык. А можно и мне поехать на этом автобусе? Вы же знаете, я дальше всех живу. Подожди, ты утром уже брал Адгу. А водитель за нами вернется, верно? А как же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы я тогда не пристал, мол, Ахмед, идем на рыбалку, ты бы не попал в водоворот. И ничего бы не случилось. Я каждый день корю себя за это, понимаешь? Но ничего уже не вернуть. И я женюсь. Но не знаю, имею ли моральное право на это. Но одно я знаю точно, брат. Мы с тобой одно целое. Да? Даже если я перееду на соседнюю улицу или переберусь на другой конец света, это нас не разделит. Не сможет. Хазал, автобуса не будет? Как не будет? Директор же обещал. Не получилось. Если хочешь, оставайся у нас завтра, вместе поедем на работу. Не могу, папа рассердится. Позвоню ему, он за мной приедет. Ладно. Тогда доброй ночи. Спокойной ночи. Вот незадача-то. Возьми трубку, папа. Давай же. Тебя здесь забыли? Похоже, что да. Я позвонила отцу. Он приедет. Заберет меня. Очень вовремя. Если хочешь, я тебя отвезу. Да нет. Спасибо. Я сама как-нибудь доберусь. Где ты живешь? В Элдыре. Тогда поехали. Спасибо, но я сама доеду. Правда? Но твой отец не скоро приедет. И все разошлись. Ты что, одна тут останешься? Или автостопом поедешь? Я бы не советовал. Который час? О-о-о. В это время и такси не вызвать. Остается только пешком. Но разве ты не устала после такой работы? Садись. Ты с семьей живешь? Просто ты же отцу звонила? Да. Работаешь в нашем отеле? Да. Что бы я ни спросил на все да, можно уже и к ответу нет переходить. Простите, просто мне неудобно, что вам пришлось меня везти домой. Никаких проблем. Мне не трудно. А тут, оказывается, красиво. И правда. Тихо, спокойно. Можно я здесь выйду? Ты здесь живешь? Чуть дальше. Но вы не беспокойтесь, я дойду. Ну, если ты не возражаешь, я довезу тебя до дома. Уже поздно. Хорошо. Большое вам спасибо. Столько хлопот из-за меня. Какие еще хлопоты. Хоть дорога была и недолгой, но очень приятной. Это тебе спасибо. Доброй ночи. Хазал? Папа. Я поздно освободилась, и господин Вурал предложил меня подвезти. В Урал до Мироглу. До Мироглу? Здравствуйте, рад знакомству. Я хорошо знаю вашу семью. Вы меня, конечно, не помните, ведь вы были маленьким. Я работал у вашего отца. Дочь, ну-ка свари гостю кофе. Прошу, проходите, окажите нам честь. Что бы, не стоит. Может, в другой раз? Всегда рады. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Хазал. Кто? Хозяин нашего отеля в Урал до Мироглу. Он тебя домой возит? Мы его так и не угостили. Дочь, надо было тебе настоять. Папа, иди, пожалуйста, в дом. Я скоро приду. Папа, иди. Кто это, Хазал, а? Что происходит? Погоди, не злись. Отвечай, кто он, а? Почему он тебя привез? Праздник поздно закончился. Я автобус не приехал. Надо было мне позвонить. Или отцу. Что было так сложно? Я звонила, звонила. И папе звонил, и тебе. У меня сел телефон. А господин в Урал настоял на том, чтобы меня отвезти. Что значит настоял? То и значит, Кенан, он мой начальник. Ты меня с ума, что ли, свести хочешь? Это на работе он начальник. Знаю, но все именно так и было. Я опоздала на автобус. И ты знаешь, что такси в такое время не вызвать. У меня не было выбора, он просто помог. Да плевать мне на его помощь. Брось. У него что, водителя нет, а? Нет у него водителя. Уверен, что есть. Поручил бы ему. Чего это он сам тебя аж сюда привез? Зачем это? Приди я раньше, я бы его прибил. Это ты виновата, ты. Как ты могла сесть к нему в машину, а? И, конечно, тебя ничего в этом не смутило. Ты меня обижаешь, перестань. Ах, обижаю, да? Какой-то толстосум отвозит мою невесту домой, а я молчать должен. Так что ли? А? Милый, поверь, я говорю правду. Господин в Урал просто проявил вежливость. А, так он еще и вежливый. Надо же. Ладно, Хазал, хорошо. Кенан, стой! Пусти. Кенан! Он и слушать меня не стал, мама. Можно подумать, что мне сдалась та машина. У меня не было выхода. Это Кенан тебя еще пожалел. Радуйся, что не отнял кольцо. Эбру, не преувеличивай, ничего не случилось. Да, он приливновал, его можно понять. Но он знает, Хазал, у меня порядочная дочь. Кенан должен был это понять. Он все поймет. Все. Он тебя очень любит. Все наладится. Ай-яй-яй. Сам сын Дамироглу к нам пожаловал. В жизни нет ничего невозможного, скажу я вам. А его мать, госпожа Джанан, тоже была на празднике? Да. Если б я знал, я бы сам за тобой приехал. Предстал бы во всей красе. Они годами не появлялись в отеле. А теперь стали наведываться, да? Ладно. Может, еще где-нибудь встретимся. И что тогда будет? Поговорю с ними. Напомню о себе. Может, опять буду у них работать. Ты в таком восторге от них. Почему? Они особенные, пойми. Если мы войдем в их круг, если станем частью их компании, это высшее благо. Ах, если бы его отец был жив, ты бы увидела, на что я способен. Мы бы как сыр в масле катались. Мечтай, мечтай. Ах, не говори так. Нет ничего недостижимого. Смотри, как все повернулось. Сам наследник империи Демироглу к нам пришел. Если б лично не увидел, не поверил бы. Я пошла спать. Всем доброй ночи. Доброй ночи, доченька. Дочь, как только госпожа Джанан появится в отеле, звони мне. Посмотрим. Не посмотрим, а тут же. Сразу набери меня. Нельзя упускать такой шанс. Добавил субтитры DimaTorzok Доброе утро. Что? Доброе утро. Доброе. Что у вас вчера произошло? Вы с Хазал поссорились? Мы все уладим. Ты за нас не переживай. Не нужно. А, ну знай, я тебя поддерживаю. Ты абсолютно прав. Я ей Хазал сказала, что она поступила некрасиво. Да, он ее начальник. Ну и что с того? Разве можно садиться ночью в машину почти незнакомого мужчины? Это уж слишком. Такие мужчины и пальцем не пошевелят, если не надеются на что-то. Или не преследуют свою выгоду. Я уверена в этом. Что ты такое говоришь, а? Это же Хазал, твоя сестра. Человек решил сделать доброе дело и подвез ее. Не забивай себе голову. Мы сами все уладим. Своё мнение оставь при себе. Хазал! Хазал! Хазал, пожалуйста, открой дверь. Открой, открой. Прошу всех прощения за доставленные неудобства. Идем, милая. А ты поезжай. Да успеешь ты на рынок. Поезжай. Давай, давай. Давай. Что ты себе позволяешь? Как это, что я себе позволяю? Я вышел из себя, увидев тебя с тем типом. Разве я не прав? Прав. Любой бы так поступил на моем месте. Я не про твой поступок. Меня обидели твои слова. Ты мне не доверяешь? Милая, дело не в тебе. А в ком же? Ты разозлился на меня, накричал и не поверил мне. Я ревную тебя. Ревную любимую девушку. Разве это плохо? Нет. Но мне не нужен никто, кроме тебя. Мое сердце бьется для тебя. Мой мир – это ты. Запомни это. Ладно, я запомню. Хорошо. Хорошо? Что? Что? Ты в курсе, что это наша первая серьезная ссора? Из-за тебя. Из-за меня? Все из-за меня, черт побери. Ты сильно меня любишь? Как ты догадалась? Так заметно? Давай не огорчать друг друга. Такие ссоры неприятны. Очень. Очень неприятны. Кроме того, я и сам ненавижу ссориться. Это глупо. Но если этот человек, твой начальник или кто он там, будет крутиться возле тебя, сразу же прибежишь ко мне. Сразу же, поняла? Уйдешь с работы. Хорошо. Договорились? Хорошо. Иди ко мне. Если это не связано с Фуралом, я не хочу слышать. Это связано с Азизом. Что с ним? Его освободили раньше. Проклятие. Только этого не хватало. На Зи нет, но после себя она оставила проблему. Это совсем не кстати. Я же тебе тысячу раз говорил. Там греческий остров и начинаются воды Греции. Разве не так? Я не прав, а? Откуда мне знать? Прошу, помоги мне. Если лишимся сетей, отец больше не даст мне судно. Ладно, не хнычь, не переживай. Я все улажу. Хорошо. Тогда поплыли. Тише, тише. Ты куда? Ступай назад. Но. Назад и никаких но. Я поплыву один. Если объявится береговая охрана Греции, не оберемся проблем. И еще отчитываться перед твоим отцом. Отвяжи-ка канат, быстрее. Тише, тише. Кажется, ночь прошла отлично, а? Ты был с той девушкой, похожей на нашу невестку. Такие простушки хороши для начала, но потом они просто надоедают. Проваливай отсюда. А что я сказал? В следующий раз лучше следи. За словами говоря, Хазал. Это мое последнее предупреждение. А теперь можешь проваливать. Как же ты похожа. Еще раз добро пожаловать в мою жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Водку с апельсиновым соком, пожалуйста. Хазал? Вчера проблем не возникло. Твой отец показался нерассерженным. Нет. Мы ведь ничего плохого не сделали. Конечно, нет. Но я не хотел бы ставить тебя в неловкое положение. Я вернусь к работе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok